Всем привет! Фергюсон дразнит Хабиба своим новым роликом, в котором они в роли мультяшных героев, видео, стилизированное под 8-битные игровые приставки. В ролике Тони выгоняет Хабиба из кафе с надписью «Тирамесу» по вторникам, и все это под песню Витаса «Седьмой элемент». Следующим соперником Фергюсона станет Майкл Чендлер, а Хабиб через несколько дней встретится с Даной Уэйтом. Цель – обсудить дальнейшие планы. К сожалению, их поединок с Фергюсоном так и не состоялся, хотя было целых 5 попыток, но каждый раз по разным причинам бои отменялись. А вот еще одна публикация Тони, которая говорит, что он взялся тренировать бокс, Тони на фото с тренером Фредди Роучем в зале, и подпись гласит «Вот где мне надо быть. Спасибо тренеру Фредди и Уилткатбоксинфам за то, что дали мне шанс. Всегда был заточен на это в глубине души. Стратегия, энерджайзер на полной мощности. Экипаж взволнован, чтобы снова тренироваться. Руки в порядке и хорошо подготовленный, но всегда могут быть лучше. Вызов 2021 года принят. Вот такие слова Тони. Фергюсон, как видим, не покидает попыток выманить Хабиба в октагон. Он регулярно высмеивает Орла. Если не смеется, то критикует Хабиб, в свою очередь, уже не обращает на это никакого внимания. Далее идем. Камар Усман заявил, что он должен стать первым в рейтинге Pound for Pound. После того, как были объявлены официальные рейтинги UFC, Хабиб все еще числится первым и чемпионом. Усман занимает четвертое место в рейтинге после Хабиба, Джон Джонса и Исраиля Десанье. А вот что пишут из Pencil Ice на Усмана. «Я все чаще начинаю думать, что именно я номер один. Хабиб дрался не так давно, так что пока он на вершине, я признаю, что прямо сейчас должен быть Хабиб, но если он ушел на пенсию, то я должен быть первым, особенно с учетом отсутствия Джона. Если бы эти ребята все еще были активны, то я бы не говорил об этом, невозможно отрицать их заслуги». Усман говорит о том, что именно он должен находиться на первой строчке рейтинга вне зависимости от категории, а не завершивший карьеру Хабиб. Усман, как и Нурмагомедов, имеет в UFC 13 побед при отсутствии поражений. Александр Емельяненко может выступить в поединке на голых кулаках. Есть хороший шанс того, что он проведет следующий свой бой в организации «Хардкор» против Тимура Слащинина. Азамат Бастанов посетил пресс-конференцию этой лиги и оказалось, что Александр в курсе по поводу вызова и знает, кто будет его соперником, но ему нужно определенное время для подготовки. До этого была информация, что Александр может провести бой по правилам ММА против Фабрисио Мальдонадо в апреле. Вернемся к кулачным боям Александру, послушайте, что рассказал его менеджер Азамат Бастанов. Идет неспешный процесс восстановления. Пока ему нужно 2-3 месяца на подготовку, устное его согласие есть. И мы с Анатолием Сульяновым, владельцем лиги «Хардкор», все обговорили. Мы уже ударили по рукам. Осталось дело за формальными вещами – поставить подпись в документе. Александр в курсе всей ситуации, в курсе о своем оппоненте, о своем участии в этом турнире. Саша наводит справки о сопернике. Никто не надеется на легкую прогулку. Для Тимура победа над Емельяненко – шикарный скальп в рекорд. Тимуру терять нечего. Александру есть что терять. Уверен, что будет хорошее зрелище. Ти-Джей Дилашоу дал прогноз на поединок чемпиона в легчайшем весе Петра Яна и претендента лжемейна Стерлинга. Дилашоу сказал, что Стерлинг очень непростой оппонент и доставит Яну немало проблем. Ян уже проигрывал парню с хорошей борьбой, но это было давно. Посмотрим, как сильно он прибавил в этом компоненте. Но я бы поставил свои деньги на Яна. Он более разносторонний, имеет хороший футворк. Думаю, он сможет держать дистанцию, но и Стерлинга, конечно, нельзя недооценивать. Напомню, друзья, что поединок состоится на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по Москве. За всю карьеру в ММА Петр Яна держал 15 побед при одном поражении, у Стерлинга 19 побед и 3 поражения. Что касается самого Дилашоу, он поделился планами и заявил о желании встретиться с Яном в будущем. Вот такие слова. «Я готов сразу драться за пояс, если у меня появится такая возможность, потому что я знаю, что Ян этого хочет. Он уже говорил об этом, и мы посмотрим, что произойдет с 6 на 7 марта, когда он сразится со Стерлингом». Тиджей Дилашоу провалил свой допинг-тест после боя с Генри Сихуда в январе 2019-го. После этого он был отстранен ЮСАДой от боев на 2 года и лишен пояса UFC. На данный момент Дилашоу снова в строю и готов доказать свое превосходство над соперниками. Получится или нет, скоро узнаем. Идем дальше. Шлеменко хочет провести бой против Мусаси. Они уже дрались в 2017-м. Тогда бой закончился не в пользу Александра. Он проиграл решением судей. «Не знаю, куда смотрели судьи, там точно не была победа Гигарда. Я до сих пор уверен, что это была ничья. Но что же говорить, это прошлое». Отмечается, что никаких переговоров по вопросу реванша пока не ведется. Всего в ММА Шлеменко провел 72 поединка и одержал 59 побед. Мусаси последний раз выступал в октябре прошлого года на Белатар 250, где единогласным решением судей победил Даглас Лиму. В его активе 47 побед, 7 поражений и 2 ничьи. Послушайте, что рассказал Шлеменко о бое. «Я хотел бы провести реванш. Знаю, что в России есть одна организация, возможности которой позволяют сделать этот бой. Арсиси. Но пока в этом направлении переговоров не было. Если бы Белатар сделали гран-при в весовой категории до 84 килограммов, я бы мог вернуться. Это один из вариантов добраться до Мусаси». Это были слова Александра Шлеменко. Как думаете, если бы был второй бой, кто победил бы? Поделитесь своим мнением. Если вам понравилось видео, то поддержите выпуск лайком. И до встречи в новых роликах. Всем удачи, здоровья, пока!